Жители села Кирзя из Сурского района попросили помочь восстановить отопление в местном медицинском пункте. ФАП не отапливаются уже два года. Смета уже подготовлена, как рассказали в Минздраве, до 30 сентября подрядчики должны проложить наружные сети газопровода, установить счетчики и газоанализатор. К отопительному сезону мы все выполним. Я думаю, что эта работа обязательно будет сделана в срок, а у вас тогда просьба ближе с главой района, если там будут какие-то недочеты, ему сигнализируют, и он со мной свяжется, и я буду поправлять. Хорошо? Ольга Алексеева рассказала о плохом благоустройстве двора дома номер 4 по улице Юго-Западная. Недобросовестный застройщик придомовую территорию не обустроил, но благодаря действиям районной администрации у дома высадили деревья и газон. И сейчас у нас очень актуальный стал вопрос. Дом мой прилегает к территории прямо к губернаторскому лицею, и там не оборудованы пешеходные дорожки для детей. Дети сейчас отсыпали газоном плодородным, тут был дождь, в общем грязь, и дети по этой грязи ходят, протоптали еще как бы дорожку. Нужны пешеходные дорожки, по которым школьники совсем скоро пойдут на учебу. Трутуар должны сделать до 15 сентября. Жители села Моисеевка Меликесского района попросили главу региона посодействовать в ремонте дороги в переулке от улицы Школьной до улицы Заречной. На этих улицах проживают больше 70 человек. Дорога в этом месте грунтовая. Так, в 2022 году указанной программой предусмотрено устройство щебеночного покрытия по улице Школьной в село Моисеевка на площади 3,5 тысяч квадратных метров в протяженностью 600 метров на общую сумму 3,2 млн. рублей, а также, как вы сказали, все еще, вот тех дополнительных 90 метров на сумму 368 тысяч. Обустройство дороги проведут по муниципальной программе «Безопасные и качественные дороги». Срок выполнения до 15 октября. Родительский комитет Новоуренской средней школы Ульяновского района попросили побыстрее отремонтировать спортзал. Сейчас там ведутся работы, которые по проекту должны завершиться в октябре. Хорошо бы успеть к началу занятий, отметили родители. Минпросвещение пояснили, вопрос сейчас стоит на контроле. На 80% выполнены объемы строительных работ и по договоренности с муниципальным образованием мы планируем завершить ремонт спортивного зала к началу учебного года. Также к губернатору обратились две семьи Погорельцев из Кротовки. Огонь уничтожил двухквартирный дом в начале августа. Семьям будет оказана адресная материальная помощь и средства областного бюджета. Анна Тищенко, Улправда ТВ